Всем привет! С вами снова Илья. Это прогноз криптовалютного рынка на 17 июня. Поздравляю всех с началом новой рабочей недели. Давайте посмотрим на биткоин, на некоторые альткоины, коих сегодня будет не очень пока что много. Итак, биткоин, часовой график. И смотрим сначала на наше вангование. После этого перейдем уже к дальнейшему потенциалу, краткосрочной и более долгосрочной перспективе. Значит, по первым этапам в нашем ванговании все вроде как шло хорошо. Здесь мы увидели действительно сначала небольшой прирост, после этого падение, правда, сильнее, чем ожидалось. И после этого снова восстановление. Но это восстановление и дальнейшая консолидация, которая здесь так или иначе произошла, если мы там все вот это вот за 4 мы наложим. Но это все произошло значительно ниже, чем мы ожидали. И помимо как бы некоторого разочарования, что вангование не удалось, есть также и тревожные признаки того, что BTC у нас консолидируется и находится ниже ценового канала, в рамках которого он торговался. Поэтому это не очень хороший признак. На мой взгляд, обычно, когда цена формирует какой-то минимум, когда целью такого минимума является собственное выбивание стоп-ордеров, вытеснение покупателей, то, как правило, цена довольно быстро потом отскакивает и также импульсно возвращается к котировкам, от которых такое падение начиналось. Здесь, несмотря на такой бодрый старт этого роста, у нас он замедлился уже ближе к 67 тысячам долларов, то есть даже не доходя до предыдущей зоны поддержки, и после этого уже падает. Это может говорить о том, что цена у нас будет потихоньку здесь подсдуваться и двигаться в рамках как бы нового ценового канала, но уже, к сожалению, наклонного вниз. Это не очень хорошее известие, как вы уже понимаете, и с большой долей вероятности мы здесь можем увидеть по меньшей мере, даже при позитивном каком-то развитии событий, по меньшей мере мы здесь можем увидеть формирование еще одного минимума за 65 тысяч долларов. И вот если отсюда уже мы не увидим как бы такого бодрого и быстрого прироста с возвращением выше 67 тысяч долларов, то мы можем говорить о том, что цена у нас будет из... Где у меня эта картинка? Вот, идти уже к нижней границе более широкого диапазона, то есть к отметкам около 60 тысяч 600 долларов-61 тысячи долларов, что, конечно же, не очень хорошо. Ну и как бы последний рубеж перед такой отметкой, это как раз цена 64 тысячи 500 долларов. Вот этот вот уровень поддержки, который был верхней границей предыдущей похожей структуры. То есть у нас структурное движение очень похоже на то, что мы видели с 12 апреля по 15 мая. И видите, то есть точно такая же ситуация, но уже в обратную. Она здесь формировалась с 20 мая, ну, пока еще по текущий момент времени. И, соответственно, то есть их разделяет как раз-таки вот уровень 64 тысячи 500 долларов. И если цена не покажет вот такой вот возврат, который мы сейчас только что арестовали на более краткосрочном графике, то есть вероятность снова уйти в этот диапазон и снова уже здесь пытаться до конца добивать, что ли, покупателей. И каких-то долгосрочных инвесторов. Потому что развитие пока что рынку никакое не дают. И не дают никакое развитие, что ли, даже не рынку, а какой-то болотильности или какому-то пробитию каких-то важных уровней. То есть мы здесь даже несмотря на все выходящие новости и какие-то инфоповоды, и, возможно, какие-то новые поводы рынка, у нас все так же боковой диапазон очень сильно изнуряющий и выбивающий потихоньку всех инвесторов. Будем надеяться, что вот этого грустного сценария с пробитием 64 тысячи 500 долларов не произойдет. Но на данный момент времени пока что такая картина вырисовывается. Вот, теперь давайте посмотрим на альткоины. Начинать, наверное, будем с Тона. Эфир до сих пор ничего интересного не рисует. Тон у нас консолидируется возле верхней границы. Возле, точнее, своего АТА. Здесь нечто напоминает у нас Клин. Такую клинообразную структуру. Сужение волатильности ближе к его верхней границе. Можно немного почитерить и как-то вот так вот построить. Скорее всего, нас в данный момент времени тоже ожидает небольшое снижение. Я думаю, что мы увидим где-то 7.16-7.18. И напомню, что примерно эти отметки более-менее подходят как для краткосрочных каких-то покупок с короткими стопами, так и для, возможно, развития каких-то инвестиционных идей. Если мы посмотрим на рынок в целом, то увидим, что Тон и Нот, его такой ближайший собрат, они находились, по крайней мере, выходные в зеленом диапазоне, тогда как весь рынок в целом у нас падал. Поэтому все, что в Ноте, все, что в Тоне, не вижу смысла куда-то переопределять. Так как это, по крайней мере, на данный момент времени наиболее сильные монеты, другие проседают очень-очень, ну, не прям сильно, но существенно. И поэтому, как бы, одно продавать и прикладываться в что-то более просевшее, но потенциально могучее просесть еще сильнее, я здесь не вижу особого смысла. Вот, по Тону, значит, вот предполагаемое движение. Теперь перейдем к Нот. Вот, здесь, я напомню, да, перевернутая голова с плечами, такой вот прекрасный прирост, но впоследствии у нас цена технически пробивает, там, 1,9 цента. Этому способствовали и, собственно, там, по-моему, какой-то то ли разлог монет был, то ли чего-то еще. Ну, в общем, продавцы вышли здесь и с фундаментальной точки зрения. Цену достаточно сильно, ну, задампили, нельзя сказать, но цена подпросела. Сейчас 1,8 центов. Я думаю, что, скорее всего, здесь должны еще показать, по меньшей мере, ложный пробой 17, похожий с тем, что у нас был 13 июня. И после этого, скорее всего, мы будем формировать уже какой-то боковой диапазон на маринование всех покупателей, да и, в принципе, продавцов, которые на данный момент здесь находятся. Ну, и последняя монета на сегодня это Нер. Это одна из моих любимых монет. И тем удивительнее мне было сегодня, наверное, и даже сегодня, ладно, последние несколько дней, видеть, что ее достаточно сильно здесь также опускают. И цена уже 5,26. Я думаю, что это хорошая цена для того, чтобы еще добавиться. Я в Нер добавляюсь, в принципе, при каждом более-менее удобном случае. То есть, и даже при росте, и при снижении, то есть, равными долями в хронологическом порядке. То есть, пока там время идет, каждый новый день или каждую неделю, я потихоньку в него добавляюсь. И сейчас цена, соответственно, не исключение, в том числе и за счет того, что она довольно сильно просела. Если говорить о горизонте, такого снижения, то, скорее всего, это 4,53 или, возможно, даже вот этот вот лоу под объем. Также здесь, с технической точки зрения, есть... Сейчас... Ну, здесь правильно нельзя начертить, сразу небольшой спойлер. Но более-менее правильная трендовая линия у нас будет вот примерно такая. Сейчас мы уже как будто бы формируем ложный пробой с тем, чтобы довольно сильно подрасти. Но, может быть, еще и по-другому она построена. И это означает, что снижение как раз-таки идет в 4,53. Вот как раз-таки ко второму варианту я склоняюсь больше. Здесь, ну, правильное построение трендовой линии не складывается из каких-то неведомых правил. Здесь все складывается из того, как его многие участники рынка и эту трендовую линию построят. Потому что от этого зависит, где у них будут стоп-ордера. И здесь, ну, глядя на график, более вероятно, как по мне, что ее построят все-таки вот так. И выбивать стопы придется на 4,53. Поэтому там, скорее всего, будет еще одно добавление. А потом, если будет проседание дальше, то, возможно, я эти покупки приостановлю. Вот и все. Я бы сказал, что рынок на данный момент времени неплохой, нехороший. Он, скорее, вообще никакой. То есть это максимально неприятная ситуация, но это возможно пережить и теоретически, и практически. Поэтому я с вами прощаюсь. Напоминаю, что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируется то, что вы не готовы потерять. Всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения с торговой решения и принимайте самостоятельно. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего и пока.